У нас еще один симпозиум, посвященный технологиям, и, в частности, это технология применения ICG, индоцианина зеленого. Это компонент Image Guided, скажем так, варианта усиления нашего изображения, визуализации в хирургии. Я с удовольствием передаю слово нашему спикеру из Дюссельдорфа. Если можно, представьтесь, потому что я читаю на немецком языке. Спасибо большое. Для меня большая честь быть с вами. И я хотела бы быть в Москве, но, к сожалению, я в Дюссельдорфе. Спасибо большое за приглашение. Как я уже сказал, я хотел бы быть с вами сейчас в Москве, но из-за пандемии я не могу. Я буду говорить о технологии ICG. Я прежде всего расскажу о том, что мы подразумеваем под хирургией, под контролем, под руководством. Потом поговорим о технических аспектах, клиническом использовании, каким образом мы используем это оборудование в клинике. И затем я расскажу вам о некоторых случаях на последней неделе. Как вы хорошо знаете, у нас постоянно растет количество лапароскопических вмешательств. И почему? Я думаю, что причины есть определенные. Мы стараемся сделать больше для наших пациентов. Мы, конечно, стараемся снизить болевой синдром, снизить инфицирование раны. И хотим, чтобы наши пациенты скорее вернулись к работе. Но, понимаете, нам не хватает таких понятий. То есть мы не можем чувствовать ткань так, как это раньше было. То есть мы не чувствуем структуры ткани. Мы зависим от визуализации. И у нас нет прямого такого ощущения контакта с тканей. Конечно, нам вот новое оборудование позволяет нам приблизиться к тканям пациента, несмотря на то, что это лапароскопический доступ. Компания Шторц, Калл Шторц, предложила вот такое устройство Рубина, которое может нам улучшить визуализацию. Это означает, что мы не только видим анатомию и перфузию, но мы также можем различить различные структуры. И мы можем видеть, как происходит перфузия. Итак, это эндоцианин зелёный. Это краситель, который использовался много лет назад. Но последние годы мы наработали очень много опыта работы с эндоцианином. Это очень хорошо для наших пациентов. Он метаболизируется печенью и таким образом он не попадает в кровь. То есть он проникает в ткань. И очень важно знать, что у нас здесь за три минуты происходит флуоресценция эндоцианином зелёным имеет оптическое окно в спектре абсорбции тела. У нас есть здесь одноразовое решение. То есть здесь сразу мы работаем с тканью. Ткань меняет своё электронное владение. И те же самые инструменты, которые мы используем, они также... То есть это делает структуру видимой. У меня вот здесь картинки внизу. И вы видите здесь два разных вида показа структур. Один модуль, да, зелёный. И здесь вы видите сосуды, желудочные сосуды, которые выделены зелёным. Это модель ОВЛЭЙ. То есть вы видите анатомию с одной стороны. И также с другой стороны вы видите в середине. У нас нет ОВЛЭЙ. Мы просто здесь видим сосуды, как они есть. Например, очень простой пример. Это лапароскопическая холецистектомия. И здесь очень важно видеть и понимать, что происходит. Вот справа мы здесь видим. И также нужно обязательно выделить ту структуру, которая идёт, собственно, в желчный пузырь. Это, видите, очень легко. Но мы увидим позже случаи, где иногда будет трудно проделать этот путь. Поэтому нужно помнить, если вы очень опытный хирург, и вы сделали очень много операций на желчном пузыре, то это легко выделить. Но у нас есть клиники, где у нас есть программы обучения, как у вас в Москве. И у нас есть не очень опытные молодые хирурги. И они не очень хорошо знакомы с этим методом. Так мы делаем здесь кишечный анастомоз. Мы должны здесь знать, каким образом подача крови идёт в проксимальную и дистальную части. И те, и другие должны быть выделены и оцененном зелёным. Вот, посмотрите, никто не любит эти картинки, но, тем не менее, все видели такие картинки. Это самое такое страшное осложнение, которого мы боимся. Это не достаточность шва, это не состоятельность анастомоза. Из 90 тысяч операций у вас 1,23% будет с недостаточностью анастомоза. И все это знают, эту проблему, знакомы с ней, и я с ней знаком. Мы всегда, конечно, не хотим видеть эту картину, но мы можем минимизировать эту ситуацию. И это важно также для пациентов, потому что, понимаете, морбидность составляет в таких случаях 40%. И, значит, нам нужно проводить заживление этой раны, необходимо увеличить количество дней в больнице. Это может вызвать сепсус, и пациент даже может умереть от такого осложнения. Поэтому этого надо избежать. Итак, когда мы проводим анастомоз, у нас здесь самые разные возможности использовать ионоцин зелёный. И можем посмотреть, хорошая здесь доставка крови или нет. Вот посмотрите, слева верхняя картинка. Это верхняя часть брюшины, где мы делаем анастомоз. И мы хотим знать, вот хороший ли здесь кровоток. То есть, опять, понимаете, мы проводим анастомоз и ждём 5-6 минут, и затем мы опять даём ионоцин. То есть, мы знаем, что перед анастомозом хорошая была кровотока, а после анастомоза мы знаем, что кровь идёт по сосудам, и анастомоз будет заживать. И мы это делаем самым разным способом, монохроматическим, например. Я здесь слева показываю. У нас есть такое нормальное представление. И мы считаем, что она выглядит очень хорошо. А справа мы видим монохроматический слайд и модель ОВЛЭЙ. Вот здесь мы смотрим на метастазы печени. Если мы делаем операцию, то мы хотим всегда знать, где грани, где границы метастаза, и насколько далеко они отходят друг от друга. Мы хотим видеть образцы тканей печени, знать количество метастазов. И можем ли мы различить между доброкачественными узлами и злокачественными. Мне кажется, интероперативная сонография достаточно сложный процесс и не очень хорошо помогает. Мы действительно здесь, вот видите, показываем картинку и видим, что здесь положительные результаты. Это вообще такое типичное метастазы в толстой кишке. Видите, здесь некроз, и здесь выделена ткань на границе метастаза. Если вы видите вот такую картину, вы точно знаете, где вам нужно делать надрез. Если вы не использовали национин зеленый в своей клинике, а планируете его использовать, то я считаю, что очень важно провести прямо в больнице обучение. То есть вы садитесь вместе со своей командой, со своими помощниками, и думаете, в каких случаях разумно будет использовать АЦЗ. То есть АЦЗ не надо использовать в каждом случае, которым вы занимаетесь. То есть вы, если у вас есть хорошая уже картинка случая, то АЦЗ использовать не надо. Вы рассматриваете случаи только там, где картина не совсем ясная. Картина не всегда легко интерпретировать то, что вы видите. И тогда это приходит только с опытом. И этот опыт вы приобретаете как команда в таком случае. Очень важно, чтобы вы использовали литературу, чтобы вы сравнивали вашу визуализацию с тем, что вы видите в литературе. То есть какие есть здесь показания, с чего вы начинаете, и каким образом вы используете АЦЗ, нужен ли он. Это зависит от того, каков объем операции. Затем вы собираетесь все вместе и представляете свои случаи использования новых технологий. И затем решаете, как это должно работать, и какие изменения можно внести в этот алгоритм. Теперь я хочу представить вам несколько случаев из практики. Вот обычная холецистектомия, сделанная лапароскопическим способом. Вот вы видите, мы часто делаем такие операции. Иногда очень трудно или различить реальные структуры. Вот слева, посмотрите на эту картинку. И если вы будете использовать АЦЗ, будет ли это в модели ОВЛА, будет он наверху или он будет внутри или внизу, все равно легче определить здесь структуры. Вы должны помнить, что лапароскопическая холецистектомия – это такое вмешательство, которое в Германии делается молодыми врачами, учениками еще в больнице. И мы потом разбираем все случаи холецистектомии, которые делают молодые врачи. И вы знаете, у них практически проблем не было, если они правильно определяют нужные структуры. Вот очень интересный случай, который у нас был две недели назад. И один из моих студентов участвовал. Он очень хорошо сделал анастомоз кишечный, был очень доволен, и потом показал мне вот эту картинку. Вот в этом случае всегда встает вопрос, что делать, что это значит. Ну что нам новое анастомоз делать, которое может занять час или полтора, и можем ли мы доверять этой процедуре. В этом случае мы сделали ретектомию и посмотрели внутрь, и увидели, что у нас очень низкий кровоток на последних пяти сантиметрах. То есть нам пришлось переделать анастомоз, и потом все было хорошо. И я могу вам сказать, что у нас, к сожалению, нет картинки, что было до этого. Но я могу вам сказать, что до того, как мы... У нас нет картинки до того, как мы аценин использовали. Но заверяю вас, что все было хорошо. И аценин зеленый это подтвердил. И... То есть у пациента... У пациента здесь ведь может быть и протечка анастомоза, тем не менее. И также вот еще двойной... Вот этот анастомоз, и как мы использовали и аценин до анастомоза. И слева на нижней картинке вы видите, что у вас такая кривая линия, значит, перфузия не очень хорошая. А если вы надокривой, а если вы подкривой, если вы, так сказать, в максимальной части кишки, то тогда все выглядит хорошо. Это то, что мы поняли, что в дистальной части кишки толстые иногда трудно различить, есть ли там достаточно объем перфузии или нет. Вы должны всегда обсуждать это с тестезиологом, когда он... Если давление слишком низкое, то появляется вот такое, здесь вы видите, отклонение. Вот, вполне вероятно, что здесь нет достаточного кровотока, подачи крови в дистальной части. И еще клиническая оценка метастазов в печени. На КТ мы увидели два очага в печени, были абсолютно уверены, что перед нами пациент с двумя метастазами, он был прооперирован по колоректальному раку за год до того, как поступил к нам. Мы собрали анамнез. А нам затем ввели индоцианин зеленый и обнаружили, что одно образование, которое светилось на КТ, вообще не было метастазом. Мы тут тоже немножко не разобрались в ситуации только с одним КТ, поэтому индоцианин зеленый нам помог все расставить по своим местам. Вот еще у нас гепатоцеллюлярный рак. В правой доле. Мы хотели посмотреть, как все это будет выглядеть с индоцианином зеленым. В этом случае мы делали открытую операцию, поскольку опухоль была рядом с магистральными сосудами. Но вы видите здесь, что индоцианин зеленый действительно помог нам понять локализацию опухолей. Вот это один из моих любимейших клинических случаев. С удовольствием делюсь этим случаем с вами. Это небольшой метастаз в печени у пациента с раком от толстой кишки. Мы планировали лапароскопическую резекцию. Вводим камеру, смотрим на печень и ничего не видим. Мой ассистент тут же перешел на открытую хирургию, чтобы посмотреть, есть метастазы или нет. Затем мы ввели индоцианин зеленый и увидели. И вы можете увидеть, что на верхних фотографиях ничего не видно. Не видно метастазов. Метастаз пальпировался, но не было видно. А вот внизу вы видите, что индоцианин зеленый действительно подсветил нам все метастазы. И он был прямо снизу печени. Справа, обратите внимание, фотография. У нас есть очень хороший край, хирургический край резекции. Видите, без опухоли, поскольку индоцианин зеленый нам подсветил метастазы в печени. И мы смогли получить очень хороший чистый край резекции. Поэтому могу сказать, что мы используем индоцианин зеленый в лапароскопических процедурах для оценки ситуации. Мы используем при лапароскопической холецистектомии. Нужно вводить за полтора часа его до операции. Поэтому надо поговорить с анестезиологом. Он поможет вам ввести индоцианин зеленый за 90 минут до операции. Если планируется кишечный анастомоз, тоже вводим за 90 минут до операции. Затем вводим два раза. Один в брюшную полюс, потом интраабдоминально. При метастазах в печени индоцианин зеленый нам помогает найти метастазы. А также помогает нам получить хороший резекционный край опухоли. Поэтому, на мой взгляд, я думаю, на этом мы можем закончить. Если вы планируете использовать индоцианин зеленый, если вы планируете начать его использовать, то тогда вы должны, естественно, отточить ваши клинические навыки в вашей команде. вы должны отработать все технические решения. А также очень и очень важно, вам нужно обсудить это с вашими операционными сестрами, рассказать вам о том, что вы планируете делать, как вы это будете делать. Естественно, нужно дать всем статьи для ознакомления. Вам нужно копить опыт и привыкнуть к рутинному использованию индоцианина зеленого в вашей практике. На этом я, пожалуй, закончу свою презентацию. Огромное всем спасибо за внимание. С большими приветами из Дюссельдорфа. Надеюсь, скоро, очень скоро я увижусь с вами лично. Приезжайте в Дюссельдорф, а может, я приеду в Москву. Спасибо большое. У меня будет вопрос. Вы показали много целей для использования ICG, но вы пропустили как-то тему использования ICG для диагностики строжевых лимфоузлов, в частности, прикол о ректальном раке, либо раке желудка. Есть ли у вас такой опыт и актуальна ли эта тема сейчас? Да. Да, мы используем индоцианин зеленый, используем в ходе лапароскопической процедуры. Мы это делали. Мы использовали индоцианин зеленый, но использовали уже ПЭТ-КТ для оценки дистальных метастазов, для того, чтобы понять, есть у нас дистальная метастаза или их нет. На мой взгляд, ПЭТ-сканирование даже лучше, чем лапароскопия для стадирования. Есть ли вопросы в аудитории? Хорошо, я тогда сделаю заключение для аудитории. Все можно переведите, чтобы наш спикер слышал. Как вы поняли, что лапароскопическая хирургия занимает все больше и больше места, но возможность тактильной, пальпаторного исследования в лапароскопической хирургии крайне небольшая. Для этого существуют различные технологии усиления нашей визуализации. ICG – это одна из них. Сейчас были прекрасно продемонстрированы те сферы, где нужно применять ICG, индоцианин зеленый. Это изображение в фактически инфракрасном свете, неор-инфрарет. И это диагностика недостаточности кровоснабжения органа, это диагностика метастазов, диагностика визуализации изображения жилочного дерева при непонятных случаях холецистоктомии. Сегодня наш лектор прекрасно показал холецистоктомию, когда мы видим жирную гептодиоднальную связку больного сожирения, не всегда возможно видеть структуры. В особенности эта ситуация усугубляется при остром холецистите. У нас вот в Архангельске буквально несколько дней назад завершилась конференция, мы имели возможность наблюдать то, как ICG помогает сделать навигацию жилочного дерева. Но, к сожалению, она не позволяет досконально выявить вторую функцию, например, которую мы делаем при интероперационной холангиографии, диагностика холедых альтиаза. Конечно, мелкие камни с помощью ICG не смогут выявить, но помочь дифференцировать протоки жилочного дерева в неясных случаях они помогают. И, конечно же, это при анастомозировании, как сегодня было прекрасно показано во время презентации, то, когда мы не можем видеть глазом недостаточность кровоснабжения, что является частой причиной несостоятельности колоректальных анастомозов, то, конечно, позволяет увидеть ICG. Это может объективизировать уменьшение осложнений и способствовать уменьшению осложнений, безусловно. Единственный важный момент, который сейчас присутствует в клиниках, это диагностика скип-метастазис. Мы знаем, что есть прыгающие метастазы из лимфоузлов первого порядка, могут появляться в лимфоузлах второго порядка даже при опухолях Т1А. Это очень важный вопрос, и диагностика этих метастазов затруднена. Мы не всегда больным можем сделать ПЭТ-КТ, и не всегда делаем больным ПЭТ-КТ перед онкологическими операциями при раннем раке. ПЭТ-КТ делается для контроля опухоли уже после операции. В связи с этим многие клиники взяли на вооружение себе этот метод, и в частности мы знаем, что профессор Хьонг, например, из госпиталя Саверанс, в 100% случаев использует ICG для того, чтобы знать, какие группы удалять, например, при раке желудка. Это за сутки в основании опухоли эндоскопически вводится ICG. И когда есть вопрос удалять, например, группу вокруг правой желудочно-сальниковой артерии или необходимо углубиться в 16-ю группу лимфоузлов, в данном случае как раз помогает ICG. И уже есть предположение, что она будет являться навигацией для усиления лимфоденоктомии при раке колоректальном, при раке желудка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!